Еще раз подчеркну, всего в области у нас на начало реформы местного самоуправления было 607 муниципальных образований, 559 это уровни сельского поселения. Вот из 559 49 уже вошли в реформу и объединились, где 2, где 3 объединились и сейчас, из 49, то есть меньше 10% у нас задействовано в этом преобразовании, получается из 49 24. То есть вы видите, часть абсолютно небольшая, но там действительно надо. И после таких преобразований, разумеется, есть ряд вопросов. Во-первых, организационных. Кто станет во главе и решит народ на выборах? Во-вторых, технические вопросы, касающиеся финансов и ресурсов органов местного самоуправления. Дмитрий Кулагин на рабочей встрече привел примеры, что за последнее время много глав сельсоветов берут самоотводы, потому что порой невозможно работать. Объединение муниципалитетов позволит решить эту задачу и при этом укропнение не затронут работу основных направлений. Реформа отразится только на управленческих структурах, ведь порой именно эта статья занимает в бюджете некоторых поселений львиную долю расходов. При всем при этом не стоит задача укропнять муниципалитеты поголовно и в принудительном порядке. Вся реформа проходит открыто и гласно и только в соответствии с законом. Сдадим объекты, укрупним муниципалитеты к Новому году или к очередной годовщине Октябрьской революции. То есть здесь у нас речи об этом не идет. Как только районы и сельсоветы будут готовы, мы со своей стороны готовы рассматривать их документы по преобразованию.